МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выразил обеспокоенность этой ситуации. Принято решение отменить ряд уличных мероприятий 23 февраля. Обращаю внимание, еще раз посмотрите, все работают и с людьми, с людьми предупредите на предмет обморожение. Медицину прошу обратить внимание. Лена Николаевна, посмотри еще раз, чтобы внимательно. Ну и все, кто работает, особенно на улице. Также глава Магнитогорска обратил внимание на уборку снега. И предложил переходить к точечному вывозу снега с проблемных участков. На аппаратном совещании прозвучали и оптимистичные прогнозы специалистов Треста Водоканал. Как минимум до середины марта отключение горячей воды не планируется. На Южном Урале началась перепись предпринимателей. В Министерстве экономического развития области отметили, за минувший год субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 7,5%, почти до 148 тысяч. Вместе с тем растет количество рабочих мест. Каждый шестой рубль, поступивший в доход консолидированного бюджета региона, налоги субъектов малого предпринимательства. Программу развития малого и среднего предпринимательства обсудят сегодня магнитогорские парламентарии на втором в этом году заседании городского собрания. Кроме того, в повестке вопросы строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности. И подведение итогов целевой программы кровля и безопасной работы лифтового хозяйства. Также сегодня могут появиться официальные названия новых улиц, а некоторые остановки общественного транспорта переименуют. Авторитетные хирурги заступаются за своих магнитогорских коллег. Главный детский хирург Москвы Александр Разумовский и его челябинский коллега Иван Абушкин выразили свое мнение по поводу истории с Яной Семиной, которая получила ожоги во время операции. Медики утверждают, что врачебной ошибки, как и неисправности аппарата, не было. Такие же выводы сделали специалисты Министров соцразвития области по результатам служебной проверки. Министров соцразвития Российской Федерации не считает ожоги, полученные девочкой во время операции, следствием врачебной ошибки. Что по данным, в данном случае она ссылается на нашу экспертизу, экспертиза, которая была проведена муниципальным учреждением здравоохранения и медицинской техники, что аппаратура также была исправной. Кроме того, свои проверки проводят надзирающие органы. Госпожнадзор опубликует результаты в ближайшие дни. Рейс по седьмому маршруту накануне мог стоить жизни водителю трамвая и нескольким пассажирам. В кабине управления произошло короткое замыкание, которое стало причиной возгорания. От сильного мороза лопнул контактный провод. Вагон, отделанный стеклопластиком, горел, как спичка. Водитель трамвая Александр Бондарь своевременно выявил людей и попытался самостоятельно ликвидировать очаг возгорания. За проявленные мужество и профессионализм глава города поручил поощрить водителя, который теперь будет управлять другим составом, пока его вагон дожидается ремонта в депо. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь и добрых вестей. Синоптики прогнозируют в Фишан-Пенуазе 17-19 со знаком минус. В Кизильском ожидается до 20 градусов ниже нуля. В Верхнеральске около 20 мороза. И в Магнитогорске также около 20 ниже нуля местами туман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова